Восьмое мая, Тбилиси, проспект Руставели. Информационный митинг начался чуть позже 17.00. В это время у парламента собралось от двух до четырех тысяч митингующих. На митинге было объявлено, что оппозиция все-таки готова встретиться с представителем парламента. Но на встречу в 20.00 пойдут не основные лидеры оппозиции. Я думаю, если он не идет, Грузия просто останется без традиций, без будущего. Потому что наш президент, лично я, голосовал за него. Он делает все, что уничтожит, то, что у нас есть в рекаме. Значит, это есть наши корни, это наш храм, наши православные. И все, все, то, что наш дом держалась, Грузия, в рекаме. Он должен уйти. Он должен уйти. Он другого выхода нет. КОНЕЦ 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 Прогрессивное человечество, множество населения Грузии, против диктатуры, которая сегодня свирепствует, диктатура правительства. Люди находятся в тяжелом положении. Здесь есть факты убийства, незаконные аресты, грабления и так далее. Но люди вышли не потому, что они экономически, у них очень тяжелое положение, вышли, чтобы в конце концов вот это все завершилось. Кроме этого, на митинге было сказано, что оппозиция временно отказывается от своего намерения перекрыть центральные автомагистрали страны. Тем не менее, по словам выступившей на митинге Саламезу Робишвили, требование о безусловной отставке президента Саакашвили остается неизменным. В этом году на митинге Саламезу Робишвили, если вы спросите, что вы у него на босты. То есть, когда он был человек с Амеза, то есть он выбран, в «Полнцузург», в «Удагрезестан», Рассказывают что у них еще не что. У нас есть не только Роль, Нюхтей, я еще дросал. Нет, они не стали. Они не стали определены так, что они не были в нем. Если я не говорю, что они не могли. Ну если честно я человек очень аполитический. Я ни разу не выходила, не стояла... И все. Просто меня, если честно, очень не интересует то, что происходит. Я думаю, что я сама должна решать то, что можно и нельзя. Меня не интересует, что думают другие, потому что мне очень часто говорят, что я должна выходить и так далее и тому подобное. Но я думаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Если это было бы вот так именно, то, что происходит сейчас у нас, было бы вообще по-другому. Когда все это закончится, кажется вопрос такой смешной, потому что я не думаю, что все это началось только в апреле. Это очень давно уже началось. И мне кажется, что, не знаю, никогда не закончится. Но так как я живу в этой стране, мне бы очень хотелось, чтобы ситуация наладилась. И чтобы мы, нам, молодежи, было интересно жить в Грузии и делать наше дело. Спасибо. 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 Спасибо.